Зоя Петровна Мельникова – человек, о котором нельзя говорить равнодушно. Эта прекрасная женщина не только талантливой педагоги-ученой, она еще и замечательная мама, бабушка, а с недавних пор прабабушка. Человек, который филигранно совмещает в себе такие контрастные грани, и деятельность которого является значимой страницей в истории Брестского государственного университета, филологической науки и в целом образования Республики Беларусь. Сегодня в университете у нас праздник, не побоюсь этого слова. Мы чествуем нашего уважаемого профессора Зои Петровну Мельникову. И это человек знаковый для университета, отдавший ему всю свою профессиональную жизнь. Хотя она приехала из севера Беларуси, она родилась там, закончила среднее специальное учебное заведение. Но так жизнь распорядилась, и мы этому безумно рады, что Зоя Петровна у нас осталось работать, продолжает плодотворно работать. Ведь университет — это на самом деле люди, прежде всего люди, ученые, которые вносят вклад не только в воспитание и подготовку профессионалов, но и создают ту атмосферу, ту среду, тот дух университета, который в том числе и воспитывает это молодое подрастающее поколение. А Зоя Петровна на самом деле очень много сделала в подготовке научных кадров высшей квалификации. За это мы ей бессмертно благодарны. Но и студентов огромное количество она подготовила, которые ее любят, которые ее безмерно уважают, ценят. И мы очень надеемся, что она продолжит столь же плодотворно работать в стенах нашего университета, приносить ему славу через своих учеников в том числе. В 80-е годы прошлого столетия начался преподавательский путь Зои Петровны Мельниковой на филологическом факультете Брестского педагогического института имени Пушкина. За годы работы она прошла путь от преподавателя до доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедры и декана факультета. А потому количество собравшихся на праздники ничуть не удивляет, ведь так мало тех, к чьей судьбе не была бы причастна именинница. Редко в ком может сочетаться столько качеств. Душевность, искренность, открытость, доброзачливость, как кажуть по-белорусскому. И кроме всего прочего, это очень целеустремленный, невероятно трудолюбивый профессионал. Тот человек, который не только выпустил большую жизнь выпускников нашего филологического факультета, но еще и дал дорогу тем, кто сегодня создает подлинную нашу отечественную науку. И я больше чем уверена, что к Зое Петровне справедливо будут отнесены слова. Она тот человек, который строит фундамент нашего современного литературоведения. Она действительно работает очень много. Эффективно работает научная школа, которую она возглавляет. И то, что пять человек уже защитили кандидатские диссертации, это, безусловно, ее заслуга. Я говорю о Зое Петровне с огромной теплотой, потому что мне пришлось с ней работать под ее руководством, когда она была деканом. И я знаю, что можно взять из ее опыта этой работы. Она мне очень нравится как коллега, потому что она всегда отзывается на инициативы, она их поддерживает. И кроме всего прочего, это тот человек, который сумел научную лекцию сделать такой доступной, что даже первокурсник с легкостью поймет. Зоя Петровна отмечает свой 70-й день рождения. Но огонек в ее глазах, широкая улыбка и грация движений не дают поверить в это. Она организатор и участник многих научных мероприятий высокого уровня. Профессор Мельникова успешно и эффективно руководит разработкой научных тем. В мастерске организует работу студентов, магистрантов и аспирантов. Возглавляет научную школу. Зоя Петровна наш важный человек. Есть такое понятие – городообразующее предприятие. Она у нас факультетообразующий, мастер. Ее статус классика уже не подвергается сомнению. Мы понимаем, что имеем дело с мэтром. Много-много лет ей, плодотворной работы. Мы хотим быть рядом. И она ориентир, и маяк в науке, и в жизни. И пусть внутренний свет Зои Петровны еще долгие годы освещает путь студентам и преподавателям, оставаясь ярким маяком в мире науки. Ирина Левчук, Эдарат Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.